Чтение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, претендующий на рекорд по длительности, закончилось. Подсудимые получили по 9 лет колонии общего режима. Несмотря на то, что по мере оглашения приговор становился все более предсказуемым, им остались недовольны практически все. Противники Ходорковского сочли его слишком мягким, сторонники слишком жестким. Добрый вечер. В эфире ток-шоу Владимира Соловьева «К барьеру». Не испытывая, естественно, никакого особого восторга по поводу приговора к Ходорковскому, этого 9-летнего, я понимаю, чем было вызвано дело Юкоса, зачем понадобился этот приговор. Я эту позицию занимал всегда и готов ее обосновать. Приговор жестокий и политически мотивированный. Он будет иметь очень негативные последствия для будущего России. Многие люди сейчас в стране думают, безопасно ли жить в нашей стране, не стоит ли вывезти деньги и уехать из нее. Все это угрожает нашим интересам, именно поэтому я принял решение участвовать в этой программе. На площадку вызывается Михаил Леонтьев. АПЛОДИСМЕНТЫ На площадку вызывается Борис Немцов. АПЛОДИСМЕНТЫ Господа Владимир Соловьев. АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, вы готовы к дуэли? Прошу сходиться. Позвольте представить наших судей. Ведущая программа «Своя игра» на канале НТВ Петр Кулешов. Театральный критик Марина Давыдова. Писатель Виктория Ветрова. Главный тренер мини-футбольного клуба «Спартак». Легенда советского футбола Евгений Ловчин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За вас будут голосовать наши уважаемые телезрители. Кого из вас они предпочтут, того мы и признаем победителем. Если вы голосуете за Михаила Леонтьева, звоните 995-8101. Если за Бориса Немцова, 995-8101-02. Схватка первая. Борис Симович, обоснуйте вашу позицию. У нас 9 лет дают убийцам, насильникам и террористам. Насколько я понимаю, Михаил Борисович не относится ни к первым, ни к вторым, ни к третьим. И очевидно, что суд неправедный. Очевидно, что суд находился под мощнейшим влиянием исполнительной власти и конкретно Кремля. Очевидно, что граждане не могут себя чувствовать защищенными в этой ситуации. Это значит, что Россия будет бесправна, а значит не имеет перспектив. А теперь вопрос. Была лучшая российская компания. Лучшая, да? Работала 150 тысяч рабочих. Средняя зарплата в компании была 30 тысяч рублей. Компания за несколько лет увеличила производство в два раза. Невероятный рост. Путин только мечтает об удвоении ВВП. В Юксе уже он был. Да? В два раза. Дальше. Платила налоги больше, чем в среднем нефтяная компания по отрасли. Больше. Больше цифры есть. Цифры. 1600 рублей в тонны. А средняя была 1200. Так вот. Какого черта ее разрушали, эта компания? Конечно. Объясните. Дальше. Я не хотел с этого начинать, но если уже речь идет о том, что в некоторой степени и с помощью мощнейшего пиара сложилась такая история у нас в России, что считается, что для того, чтобы сосать сырую нефть из земли и продавать ее на экспорт, нужны какие-то совершенно нечеловеческие способности. Это не так. Есть страны вполне отсталые, с очень низкой культурой труда, которые великолепно сосут нефть, получают с этого дохода, и для этого не нужно таких талантов, которые действительно были у Михаила Борисовича Ходорковского. Я лично давно знаю Ходорковского. Ничего плохого от него я лично не видел. Никаких личных мотивов желать ему зла у меня нет. И поэтому я очень надеюсь все-таки, что сложатся в России обстоятельства, при которых Михаил Борисович сможет безболезненно выйти на свободу. Но для этого эти обстоятельства должны сложиться. Я уверен, что это дело политическое. Здесь я согласен. Здесь есть, безусловно, криминальный аспект, мы о нем можем поговорить, но мотивация, в первую очередь, политическая. Заключается она в том, что Михаил Борисович Ходорковский решил, причем решил вовремя, потому что он понимал, что дальше будет поздно. Купить полностью, купить политическую власть в стране. Купить власть над Россией. При этом речь идет не о покупке фракций, партий, спонсирования, а именно о покупке власти. Потому что это был единственный, и в этом он тоже прав, единственный способ гарантировать сохранность его бизнеса в той стране, которую мы создали, и он в том числе, своими руками, и при том типе этого бизнеса, и при том типе приватизации, который, собственно, был избран. И, как сказал присутствующий здесь Борисович Невцов, что Ходорковский думал, что за деньги в свободной стране можно купить все, но в полицейском государстве оказалось, что это не так. Вопрос в том, какое государство полицейское, и бывает в таком случае вообще не полицейское государство для меня открыто, но вообще это тонкое высказание. Так вот, мало того, что он хотел таким образом гарантировать свой бизнес, это гарантия единственная возможная, но недостаточная. Следующей гарантией была консолидация, значит, большой крупной компании продажи контрольного пакета в Америку. Вот это государство должно было остановить. Это, кстати, оказалось серьезной неожиданностью для Ходорковского, потому что не подозревали наличие государства. Государство использовало единственную оставшуюся у него возможность, то есть легальную репрессию. Для того, чтобы остановить Ходорковского. Компанию зачем разрушить? Других способов остановить Ходорковского, как использовать легальную репрессию, не было. Компанию никто не разрушал. Компания работает и нефть добывает, между прочим. И люди, которые заняты были в компании, они в ней работают. Компания доведена до банкротства, сокращается производство и сокращаются налоговые платежи. Сокращается, увеличится. Да, к сожалению. Налоговые платежи очень трудно сократить с учетом того, как вырос выдают. Самое главное, что сказал Леонтьев, гениально. Это дело политическое. Надо это зафиксировать. Мы оба с ним с этим согласны. Так и судите его тогда как политического. Скажите тогда в Мещанском суде, что он хотел приватизировать в России власть, что он хотел подчинить себе 150 миллионов человек, что он хотел Путина вышвырнуть из Кремля, хотя его избрал народ и так далее. Судите его за это. Понимаете? И тогда, если вы докажете его вину, если вы докажете, что нельзя финансировать политические организации бизнесменам, оппозиционные в первую очередь, что нельзя финансировать тех или иных депутатов, если вы это докажете, и при этом суд признает, что он виновен, тогда пусть он сидит. Вот и в чем дело. У нас, Михаил, проблемы, знаете, все. Народ на это смотрит. У нас вообще суд есть или нет? Он у нас праведный или неправедный? У нас по закону живет страна или по понятию? Я думаю, вы заблуждаетесь. У народа насчет любого суда иллюзий не было никогда. А сейчас дополнительно никаких иллюзий. Вот любой человек, который имел отношение к судебной системе, знает, лучше близко не подходить. Это Михаил Борисович откровение. Вся страна это знала всегда. Значит, в конце, независимого суда у нас нет. У нас есть суд административно-зависимый, который в некоторых случаях не всегда, который заменил собой суд продажный. Мне крайне не нравится так называемое княжеское правосудие, феодальное, но продажный суд еще хуже. Продажный суд придумал не Путин, продажный суд придумали Юкосы, ТНК, Лукойлы и все остальные, и же с ними. Им же принесли гениальные фразы, бизнес стоит ровно столько, сколько стоит его отобрать. Процесс политический, потому что у нас такая политика, потому что мы практически уничтожили государство. Олигархи, эти люди сами себя назвали олигархами, их никто за язык не тянет. Олигархи это власть. Олигархами их назвал я. Это власть. Нет, 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 это не правда. Это придумали гусинские сбойки. К сожалению, правда, но это все же не имеет значения. Придумали гусинские сбойки, я помню, когда отслеживаю. Когда я был совсем младенцем и грудь у матери просил. Тогда гусинский с Березовским вели крещение на Руси, мы знаем. Они все придумали, да. Величай. Так вот, олигархи это и есть власть. Это и есть власть, она ни в какой другой власти не нуждается. Получился артефакт. Они случайно, по ошибке, по невнимательности, эту власть выпустили. Она у них выскользнула из рук. Михаилу Борисовичу принадлежит фраза, если бы у нас было государство, меня бы давно поставили к стенке. Сказанное как-то так вот. Так вот, подклушайте, вы считаете, что это государство должно было затеять с ЮКОСом политическую, с Ходорковским политическую дискуссию при абсолютно проигрышных обстоятельствах. Должно было общественное мнение создать. Должно было просить, может быть, у ЮКОСа деньги на пиар, который бы обеспечил им возможность выступать где-то. Им ЮКОС давал деньги? Я хочу сказать, давал. Путину лично. Давал, давал. И Путину давал, и не только он давал, все давали. Только эта система ненормальна, понимаете, она ненормальна. Единственным способом, еще раз я говорю, было победить, не дать уничтожить государство, это применить механизм репрессии. Вы говорите, что давал денег лично Путину, наличные нужды или что-то на выборах. Что этот механизм репрессии применен аккуратно. Вот некоторые говорят, про избирательное применение правосудия. Вот альтернатива избирательному применению правосудия была неизбирательной. Когда серьезно говорят о претензиях к ЮКОСу, в общем, мало кто говорит, что Ходорковский там абсолютно был чист, кристаллин и так далее. Мы знаем, как вы лучше всего знаете, как происходила эта приватизация. Практически весь бизнес можно обвинить по тем пунктам, по которым обвинялся Ходорковский. Михаил, вы сейчас сказали простую вещь. Вы сказали, что те, кто в стране, не разделяет точку зрения президента Российской Федерации, не согласен с ним по вопросу монетизации льгот, отмены выборов, дедовщины в армии, войны в Чечне и так далее. Вот те, кто с ним не согласен, в принципе, представляют угрозу государству. Точку зрения. И поэтому этих людей можно посадить в тюрьму. Вот что вы говорите. Я этого не говорил, это домогоги. Вы говорите ровно это. Вы говорите ровно это. Давай я буду за себя говорить. Не надо мне рассказывать, что я не сказал. Он представлял угрозу государству. Борис, любой представляет. Я представляю угрозу государству. Я, например, не согласен с тем, что в жизни происходит. Да, но у вас недостаточно денег, чтобы купить власть. Угроза государства не повод для репрессии. И репрессии повод такая угроза, с которой нельзя справиться без репрессий. А кто решает, какая угроза? Если суд не решает, то кто принимает решение? На государственной власти в России лежит ответственность конституционная за сохранение государства. Для Михаила Борисовича Ходорковского понятие национального суверенитета было пустым звуком. И это его право. Поэтому он 9 лет сидит в тюрьме. И это его право. Не будет он сидеть, я надеюсь, 9 лет. Если его сторонники некоторые не будут его ногами запихивать в тюрьму своими действиями политическими. Что они делают постоянно. Потому что на этом процессе, на его судьбе, паразитирует огромное количество так называемых сторонников. Это очень выгодно, чтобы он связывался. Михаил, мне очень нравится позиция ваша. Очень нравится. Она проясняет все то, о чем думают в Кремле. Замечательная позиция. Так бы с самого начала ее защищали. Я не знаю, о чем думают в Кремле. Я считаю, что есть два способа, при которых Ходорковского целесообразно выпустить. Первый, когда не будет России, и не зачем его держать там, да, просто развалится. Вот. Это позиция очень значительной части сторонников Ходорковского. Сознательная или бессознательная. И вторая, это когда перед Россией не будет стоять таких вызовов, она не будет настолько уязвима, что она может позволить себе выпустить Ходорковского на свободу. Я предпочитаю второй вариант. Я понял. Предпочитаю. Считаю, что власть несет ответственность за то, что этот второй вариант сейчас невозможно. Я вообще хочу сказать, что я могу уважать нашу власть только за два поступка. За два. За вторую Чечню и за дело ЮКОСа. Но этого мало. Очень мало. Больше никаких поводов, к сожалению, я не вижу. Извините, мне кажется, мы теряем какой-то очень важный момент. А вы говорите все время Путин и Ходорковский. Если я правильно понимаю, когда дело ЮКОСа началось, то торчали олигархические уши многих других нефтяных компаний, искренне заинтересованных в получении той доли, которую занимал ЮКОС. Не было ли здесь совпадения и политических, и иных олигархических интересов? А если так, то что вы от нас, от народа-то хотите? Вы, по большому счету, олигархи. Сначала вы управляли страной, потом вы стали друг с другом ссориться. Вот вы повоевали за дня. Мы все смотрели по телевизору, как вы воевали со временем за связи, инвест. Потом посмотрели, как воюют телевизионные каналы за то, кто будет каким-то ставленником. То есть, просто мы когда говорим, все время ощущение, что была прекрасная демократическая страна, потом посмотрели Ходорковская, демократическая страна закончилась. Вот смотрите. Она и так была неактивна. Если исходить из тезиса, о котором сказал Леонтьев. Леонтьев сказал простую вещь, простую и смертельно опасную для России. Он сказал так, что некие люди, даже не в Мещанском и не в Басманном суде, а просто некие люди сидят за столом и решают, кто представляет из себя угрозу для России и ее единственные суверенитеты, кто не представляет. Дальше они на этом совещании принимают решение устроить выборочные репрессии. И в качестве козла отпущения, секундочку, нашли вот Михаила Борисовича Ходорковского. Человека, создавшего лучшую российскую компанию. Дальше. Никто не гарантирует, исходя из этой логики, что таких людей, антигосударственников, еще не найдут. Никто не гарантирует, что этот список будет коротким. Это о чем говорит? Это говорит только об одном. Что каждый россиян... Нет, это говорит вот о чем. Мы в нашей стране не чувствуем себя в безопасности, мы не чувствуем себя защищенными. Никогда не чувствуем. Секундочку, секундочку. Есть некая группа лиц, которая непонятно откуда взялась и как это зовут. Она понятна откуда взялась. Вот есть группа лиц, которая вершит судьбы всех и каждого. Борис, она понятна откуда взялась. Секундочку. А я могу сказать, а мы будем бороться за то, чтобы в стране был суд, чтобы было независимое правосудие, чтобы президент был под контролем общества, чтобы вот эти тайные кружки, которые считают, что хорошо Россия, а что плохо, чтобы этих кружков не было, потому что это масонская ложа. Россия демократическая страна. Единственной санкцией на власть в России являются всеобщие выборы. Президентские. Президент был избран на выборы. А вы, между прочим, избраны не были. Эта возможность у вас вам была предоставлена. Боритесь, пожалуйста. Президент получил определенный мандат. В рамках этого мандата... Это не беспредель. Это не беспредель. Чтоб защищать Конституцию он получил. Значит, Эль Капоне... Чтоб защищать Суд независимый он получил. Чтоб была свободная интереса он получил. Эль Капоне сидел за налоги. Вы что, считаете, что его за налоги посадили? Или за то, что он терроризировал город Чикаго? Я вас умоляю. Аль Капоне, дорогой друг, мало ли за что его посадили. Это домагогия. Аль Капоне посадили за налоги во времена Великой Депрессии, когда были миллионы безработных И Америка стояла на коленях И они от этого кошмара И сейчас они если убивают Сажают за убийство Если воруют Значит за воровство А у нас по политическому делу Сажают за неуплату на воду Сколько по делу Энрон Америка страна не настолько уязвимая Мошенничество А здесь тоже мошенничество Нет, это политическое дело А здесь мошенничество Друг, это политическое дело А нельзя что было и дело политическое И сам мошенник Вот например кому Блестящий политический борец Но при этом кровавый убийца И одно никак не оправдывает другого А что нельзя быть против власти И при этом все равно Березовский Вот у которого язык не повернется Назвать честным предпринимателем Почему если ты против власти То ты сразу честный человек Я просто считаю так Есть честная позиция Леонтьева Она такая, посадили за политику Если финансирование оппозиции Является криминалом Если это нарушение Да не финансирование оппозиции Пожалуйста, в суд и доказывайте Да не читайте мысль Леонтьева Он ясно говорит Я сказал русским языком Попытка за деньги Купить власть в России Над Россией Власть А не финансировать оппозицию А что он еще сделал Кроме этого Выдем во втором раунде В втором раунде Расскажите Присаживайтесь Михаил Леонтьев Человек чрезвычайно умный И логичный Мне кажется здесь скорее проиграл С самого начала Немцов навязал ему Свою игру Простите За За каламбур Он скорее нападал А Леонтьев скорее защищался Немцов интерпретировал слова Леонтьева И почти не переходил на ты Мне так вот страшновато Что основной защитник Публичный защитник интересов государства У нас такой удивительно талантливый человек Который апеллирует категориями Иной раз совсем далекими от общечеловеческих Я думал вы меня понимаете Безусловно Безусловно Знаете я очень внимательно следила за поведением Обоих сегодняшних дуэлянтов И ни один из них не показался Мне достаточно убедительным Нет ничего хуже Когда человек становится Рабом собственных заблуждений И впоследствии его заблуждения Превращаются в его взгляды Поэтому я со своей стороны Дала бы ничью Я слушая Немцова и Леонтьева Понимаю одну вещь только Что судят По политическим соображениям Никто не говорит о налогах О том что он сделал Или что За что человека в принципе сажают Но я пока убедительных аргументов Ни за что не услышал Хотя мне кажется что Немцов Более симпатичен даже был просто И что ж на то пошло Поэтому я так на пол очка Отдаю Немцову победу в первом раунде В нашей дуэли победители определяют телезрители Позвонив по указанным телефонам Вы можете проголосовать за того из участников Чью позицию поддерживаете Леонтьев Михаил Владимирович Родился 12 октября 1958 года в Москве В 79 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Приханова Работал в научно-исследовательских институтах В 87 году занялся социологией Начал писать аналитические статьи С 89 по 97 работал в печатных СМИ Был корреспондентом газеты «Коммерсант» Зав. отделом экономики независимой газеты Первым заместителем главного редактора газеты «Сегодня» На телевидении с апреля 1997 года Руководитель и ведущий программы «Однако» Лауреат премии «Золотое перо России» Дома держит русского спаниеля и аквариумных рыбок Женат, имеет троих детей и внучку 14 мая 1872 года произошла дуэль Между публицистом Александром Жоховым И известным адвокатом Евгением Утиным Поводом стал суд над молодым радисталом Гончаровым Обвиненным в распространении возмутительных политических листовок Гончаров был осужден, а его адвокат Утина Обвинил журналистов Жохова в том, что он своими статьями Оказал влияние на исход дела Жохов на дуэли получил смертельное ранение в голову А Утин был арестован и приговорен к пяти месяцам заключения в крепости Держите и вы своими звонками Вторая схватка Прошу секунданта господина Немцова Кондавуров Алексей Петрович, бывший начальник аналитического управления ЮКУСа Сейчас депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Но, как я понимаю, до этого еще и генерал КГБ Да, и генерал КГБ Михаил Владимирович, прежде чем задать вопрос, я хочу зафиксировать две позиции Ходорковский никогда не собирался продавать контрольный пакет акций какой-либо иностранной компании Он собирался продавать 20% пакет акций, о чем у него была договоренность с господином Путиным Вторая позиция Ходорковский никогда не собирался приватизировать и покупать власть Ходорковский предложил Путину разрушить олигархические оковы и двигаться в новое общество Путин это предложение не принял А теперь мой вопрос Михаил Владимирович, вы человек неглупый И видите, что Путин у нас 6 лет уже И у нас коллапсирует все А с атакой на ЮКОС он фактически развернул развитие России в противоположную сторону Коль скоро так все происходит В чем собственно тогда модернизационный проект И какое место в этом модернизационном проекте Имеет арест Ходорковского и осуждение его на 9 лет И что это вообще вот дает арест Ходорковского 9 лет для Ивана Ивановича Иванова из Ивановской области Для Ивана Ивановича Иванова из какой-то там области Очень важно существование его собственной страны Потому что если бы это было не важно Они бы не поддерживали президента Путина Если президент Путин не сможет обеспечить гарантию сохранения этой страны То его поддерживать тоже не будут Но речь идет о сохранении элементарных Маленьких ростков государственности в России В той логике, в которой действовал Михаил Борисович Ходорковский В мародерской логике ельцинских времен Он действовал правильно Логика изменилась, она сломалась Я хочу заметить одну вещь Ваш коллега Про Байкал финанс групп я скажу Значит, позже Ваш коллега, значит, господин Лебедев Когда его арестовывали и сажали в эту перевозку Крикнул, насколько я помню У вас будут неприятности с Вашингтоном Это топ-менеджер, крупнейший, самый крупный, как здесь уже говорилось, российской компанией Меня вот это категорически не устраивает Вас, как коммуниста и генерала КГБ, наверное, это устраивает Меня категорически тоже не устраивает Это постановка вопроса Это постановка вопроса Уже является достаточно моральным основанием Для того, чтобы сидеть в тюрьме Потому что эти люди видели гарантии своей собственности А как они ее получили, вы прекрасно знаете И я отвечу на вопрос про Байкал Инвест Групп В связи с этим Отвечу Байкал Инвест Групп был оценен в 9 миллиардов Государство вернуло себе актив Который составлял, по-моему, половину примерно, будем там ЮКОС, да? За цену контроль над ЮКОСом был получен за 350 миллионов, как вы помните Которые не были реально уплачены, а были переведены с учета на счет Практически за 0 рублей 0 копеек Каким образом приватизировался ЮКОС, мы знаем Кстати, между прочим, особенностью всего этого дела Особенностью всего этого дела является то, что залоговые аукционы принципиально И это, насколько я понимаю, принципиальная позиция власти Не являются предметом судебного рассмотрения Власть не стала, не решилась или решила не ставить под удар Ту систему распределения крупнейшей собственности То есть ту систему собственности, которую весь экономический база современной построен Почему? Я думаю, что потому, что последствия этого могли быть Самые мрачные для экономики России Если бы власть пошла на это, законных, очевидных и легальных оснований Для любого уголовного дела было бы огромное количество Но, но это могло бы иметь катастрофические последствия для страны Власть вынуждена действовать в обстоятельствах диких ограничений И я хочу заметить одну вещь Михаил Борисович Ходорковский, когда он пошел сознательно на это столкновение Он, кроме упрямства и заносчивости еще, проявил еще и мужество Но при этом надо понимать, что он-то абсолютно был уверен в том, что он победил Он был уверен, что он победил Значит, за ним стояли сила, власть, возможности Он считал ситуацию, просчитывал И он посчитал, что он победил Спасибо Морально он и победил Пожалуйста Он не морально собирался победить, как вы понимаете А моральная победа замечательна, особенно когда ты отъезжаешь в село И в селе сидят люди, им как нечего было есть, так и нечего есть Когда олигархи дерутся, моральная победа для народа, как правило, не очевидна Вот победа ЦСКА очевидна Да, пожалуйста Алексей Александров, член Цвета Федерации Ну, известно, что правоохранительные органы вышли на ЮКОС Расследуя целую серию умышленных убийств Которые совершили различные сотрудники ЮКОСа В интересах ЮКОСа И после этого, расследуя это уголовное дело Вышли на документы, которые позволили обвинить Сегодняшних руководителей ЮКОСа в хищении и мошенничестве Вот знаете ли вы об этом? И как вы относитесь к самому совершению хищений и мошенничества За которые осуждены сегодня Ходорковский и другие? Ну, я сейчас вам хронологию тогда событий восстановлю Я думаю, что большинство телезрителей об этом не знают В конце апреля 2003 года президент Путин встретился с Ходорковским один на один И попросил его не финансировать оппозицию Какую-то конкретную партию? Просто конкретно не финансировать оппозицию В первую очередь коммунистическую партию Это была просьба такая Кандауров здесь не просто так сидит, уверяю вас Вот, попросил не финансировать Михаил Борисович ушел А дальше появился арест Платона Лебедева А дальше уже в октябре 2003 появился арест Ходорковского Вот все остальное Про хищение, мошенничество Неправда? Налоговое преступление Убийство, да? Если он убийца, докажите, что он убийца И никто его защищать здесь не будет Ни один человек Вот у нас один тут есть такой авторитетный предприниматель Толя Быков, знаете? Красноярский Его недавно судили за организацию убийства Он получил 6,5 лет условно Внимание За организацию До этого у нас был министр юстиции такой Валентин Ковалев, слышали? 9 лет условно Он за коррупцию В особо крупных размерах Взятки Получил 9 лет Но условно Да? А теперь А теперь я вам еще один пример приведу Есть вот авторитетный солнцевский предприниматель Такой Михайлов Михай, знаете? Недавно генеральная прокуратура Написала швейцарскую прокуратуру Что у него, у прокурора нашего и у прокуратуры К нему претензий нет Вы отвечаете на вопрос участника процесса Или на свои вопросы, которые сами себе задаете? А у нас здесь не суд К счастью И надеюсь никогда не будет У нас здесь не суд Но, Борис Светимович Вам в свою очередь задал очень корректный вопрос Почему тогда? Докажите в убийство суд Насчет убийств, кражи и хищений Вы знали о том, что началось все с расследования убийств? Или нет? Да или нет? Я отлично знал те обвинения Которые пытались предъявить Ходорковскому И которые впоследствии были почему-то отброшены Осталось неуплата налога 50 с чем-то миллионов рублей Еще какие-то сделки То есть то, что народ вообще понять не может А все то, что хотели навесить, не получилось Отсутствие ответа Не получилось Алькапоне не получилось А там что, не было убийств? Алькапоне не совершал убийства Не надо сразу Божий Дарси и Алькапоне и Ходорковскому Да, Алькапоне и Ходорковскому Не надо Легко доказать налоги Пожалуйста Алла Герберт, писатель и правозащитник Михаил, у меня к вам вот такой вопрос Вы сказали одну фразу, от которой мне вдруг стало не по себе Его пора было остановить Я вспомнила сейчас очень много документальной хроники Процессов 37-го года, 36-го, 38-го Когда кричали остановить, убрать, заключить, сослать, убить Его пора было остановить Я спрашиваю разных предпринимателей Ну как по-вашему, а в чем все-таки дело? Да не надо было ему высовываться Он такой же, как мы Только высовываться не надо было Он был не совсем такой, как они Именно потому, что он высовывался В самом хорошем смысле этого слова Да, он сделал лучшую компанию Вы говорите, что для этого не нужны были особенные способности Ну, наверное, они гораздо важнее для обозревателя Да, у него был проект общества Именно проект общества Интернет в каждую школу Детские дома Региональные журналисты Школа молодых политиков Он хотел создать А я сейчас заплачу А кстати, тебе не помешает заплакать Нет Это даже очень поможет Не думаю, не думаю Так вот, у меня вопрос Считаешь ли ты, что за все за это Его пора было остановить? Мне крайне прискорбно, что лучшей компанией в России Является нефтяная качалка, качающая нефть на экспорт Больше России А научные институты, а заводы Подождите, подождите, Алла Я слышал эту песню про гуманию интернет Образование и так далее Вы слышали, я напоминаю Попойте еще Михаил Борисович Кодарковский Человек, который достиг первых позиций в бизнесе Крайне амбициозный Очень осторожный Очень аккуратный Очень хорошо считающий Вы что считаете, что в политике он тоже хотел вторые позиции занимать? Михаил Борисович Кодарковский никогда не мог бы быть избранным президентом России По известному Он хотел эту власть купить Он ее хотел купить Он представлял себе Я знаю политические взгляды Господин Соловьев Я прошу, чтобы Михаил Борисович сказал мне по каким причинам Мне эти политические взгляды не близки Каждый человек имеет право Иметь любые политические взгляды Но Кодарковский от других людей Отличается принципиально тем Что у него были неограниченные возможности Навязать России Эти взгляды и свою позицию Неограниченные ничем Он контролировал прессу Он контролировал правоохранительные органы И в тех же самых На той же Лубянке Вот было время, когда половина людей была зависима от ЮКОСа Госпожа Герберт попросила спросить вас А какие именно причины Не могли дать возможность Кодарковскому быть избранным президентом России? Да, это был мой вопрос Пожалуйста, ответьте Потому что в глазах Огромного большинства российского населения Это человек, который неправедным путем Захапал себе огромное богатство Беспрецедентное в человеческой истории Потому что чтобы человек получил в руки Заработал компанию, которая составляла почти половину капитализации российского рынка Почти половину Вот такой рынок у нас был Этого не бывало никогда Никто никогда в России не сверится с таким распределением Это невозможно Именно поэтому он стремился к власти Госпожа Костина Ольга Костина, политический консультант Я хотела бы внести тоже ясность некоторую в то, что было сказано Поскольку, вероятно, Борис Ефимович просто немного не в курсе Совершенно справедливо господин Александров вас спрашивал так упорно Первым делом уголовным предъявленным компанией ее представителем Было уголовное дело Алексея Пичугина Оно расследовалось 6 лет Оно не было придумано вчера, на днях, по команде Апрель, после апреля, до апреля и так далее Оно расследовалось очень долго, очень трудно Потому что из него продавались, терялись И изымались разными способами документы Значит, и арест, и первая претензия была уголовного характера Давайте начнем с этого Значит, это поправка Что касается, так сказать, выше здесь сказанного Я хочу сказать, я была на вашем круглом столе Который вы проводили, вот, олигархия или демократия Насколько я помню, так она называлась В 97-м году В 97-м году, да Тогда вы, собственно, разделяли эти два понятия И противопоставляли их одно другому То есть, олигархия, где-то преступное сращивание бизнеса, так сказать, с властью А демократия, это демократия Что дает вам сейчас основание Ставить знак равенства в этой ситуации На почве фигуры господина Ходорковского Я поясню, почему я это спрашиваю А что, собственно, вы можете знать О прозрачности компании В условиях абсолютно тотальной закрытости прессы на эту тему Вы знаете о блоках в газетах? То есть, вы знаете, наверное, о том, что заносятся огромные деньги Поясните несчастным зрителям Что такое блоки в газете? Это, на самом деле, уже небольшая тайна Это когда компания крупная Не только, так сказать, господин Ходорковский Заносит крупные деньги За то, что на эту тему, на тему этого человека Никогда не будет ни слова Несогласованного с ним Или негативного слова Где были наши правозащитники? Где были вы? Где была наша свободная пресса? Когда, например, во время этого процесса Ни один из потерпевших не имел никакой возможности Высказать свое мнение в печати Так же, как и ни один человек Который не разделял этого мнения Простите, господин Ходорковский Откуда вы знаете, что такие блоки были И что Ходорковский или Юкос покупал пресс? Я работала в свое время у Михаила Борисовича Ходорковского Я была его советником Я знакома отлично со Смяном Кондауровым Поэтому я прекрасно знаю, о чем я говорю То есть вы лично деньги, что ли, носите? Нет, я не носила, здесь была не моя функция Вот, поэтому я просто, так сказать, видела этот процесс И, кстати, хочу вам сказать в том числе Про свободу печати и блоки Когда предприятие, которое было Вы про средний бизнес тут говорили Что ему страшно жить Ему было страшно жить и при Михаиле Борисовича Ходорковском Не меньше, да? Так вот, когда они собрались усилием воли Решили просто выпустить отдельное издание Где все свои претензии, так сказать, изложить Господин Кондауров приехал в суд За один день без очереди Получил решение об аресте этого издания И, причем, заметьте, знаете, на каком основании? Что он оскорблен там своими связями с КПРФ В составе которого он... Но это вопрос Кондаурова И тогда должен тянуть Кондаурова Это некорректно Это уже не имеет отношения к Ходоркову Я, как автор термина олигарх Могу вам сказать следующее Все-таки вы древний грех Могу вам сказать следующее Борис Луиат Дело вот в чем Они никакие не ангелы Конечно же И я не адвокат Ходорковского Это очевидно Более того Когда Михаил Леонтьев работал в олигархических структурах А именно у Березовского и Гусинского Они нас мочили, наше правительство Я тебя мочил? Когда-нибудь, когда я там работал Хоть раз Когда мы пришли в правительство Да И решили, что у нас будет честная приватизация Она была в 97-м Внимание, не говорить про 98-м Я ничего не говорю Да После залоговых аукционов Господа, которые сейчас борются с олигархами Они работали в олигархических структурах Которые олигархические структуры Нас мочили И домочили до того, что случился дефолт в 98-м году Так Поэтому цену этим олигархам Это журналисты Секундочку Секундочку Цену этим олигархам я знаю И защищать я их здесь не собираюсь Я не Генрих Падва Далее Есть способы Я считаю, что установить законность и порядок в стране Защитить целостность России Можно только защищая право И основной закон Согласен А не жить по понятиям питерских Вот в чем дело Понимаете? И мы боремся И мы боремся только с этим Да, совершенно верно Дальше Дальше Была куча возможностей с ними разобраться Я вас уверяю И Владимир Владимирович эти возможности Имея такую поддержку народа Имел Не пускать их в Кремль Запретить им лоббин А у вас была куча возможностей с ними разобраться? Нет У вас нет? А почему? А я объясню вам Я вам объясню Вы это отлично знаете Потому что мы работали в правительстве И занимались пенсиями для бабушек Для бабушек Наведением порядка в Газпроме Который они сейчас расчехвостили Пух и прах Дальше Наведением порядка с бюджетом Они его расчехвостили А страну управляли Ваши хозяева Березовские и Гусинские Ваши хозяева управляли страной А, то есть Понятно, да? Где у которых вы работали? Что и требовало И где получали зарплату? Что и требовало Вот и вся история Понятно, да? Отъявляется перерыв Будущее России Олигархи Извините, в рекламе Говорить тяжело Присаживайтесь Скажите в третьем раунде Прошу вас Хотелось бы, правда, отметить Что бабушки пенсию так и не получили Вообще очень напряженный поединок Однако, как известно Там победа, где согласие И в данном случае Полное согласие Как мне кажется Было у господина Немцова И его секундантов Поэтому я отдаю В этом раунде победу Господину Немцову Я с вами полностью согласен Немцов выглядит Даже молча Убедительней, чем Кричащим Махающий руками Леонтьев Тоже я дал бы победу Не знаю Мне кажется, что Если в первом акте Немцов выигрывал Леонтьева по очкам То во втором акте Во втором раунде Пардон Леонтьев просто Отправлен нокаут Потому что Вот эта вот Софистика Да, превратилась В обычную истерику Мне кажется Секунданты Господина Леонтьева Явно совершенно Зашли не туда Став всерьез Обсуждать правосудие Безусловно Госпожа Гербер Перебрала с некой Романтизацией Образа Ходорковского Безусловно Безусловно Тем менее Побеждают В этом раунде Секунданты Немцова Напоминаю Что победителем Будет признан Тот участник дуэли За которого Проголосуют Больше телезрителей Звоните Номера телефонов На экране Немцов Борис Ефимович Родился 9 октября 1959 года В Сочи Окончил Горьковский Государственный университет В 91-м Назначен Главой администрации Нижегородской области В 95-м Избран губернатором С марта 97-го По август 98-го Вице-премьер Министр топлива И энергетики Был депутатом Третьей Государственной Думы Руководителем Фракции СПС С 2004-го Председатель Совета Директоров Концерна Нефтяной Член Федерального Политсовета Союза правых сил Кандидат Физико-математических Наук Автор Ряда научных работ В свободное время Играет в теннис Занимается Виндсерфингом Имеет четверых детей В 1676-м году Полковник Патрик Гордон Шотландец Получивший Российское подданство Случайно Узнал Что драгуны Его полка Недовольные Командиром Собираются Жаловаться Отподбивает Их к этому Генерал-майор Трауэрнихт Гордон Вызвал Интригана На дуэль Но тот Предпочел Оповестить Об этом Царя Так как Дуэли были Запрещены Гордону Грозило Суровое Наказание Усвоившие Русские обычаи Шотландец Срочно послал Думному дьяку В подарок 20 рублей А потому Когда дело Докладывали Царю Федору Алексеевичу Все обвинения С Патрика Гордона Были сняты И впоследствии Он сделал Блестящую Военную карьеру А вот вы считаете Когда из черной Кассы Кремля Внимание Внимание Не бойтесь Из черной Финансируются Финансируются Партии Такие как Единая Россия Родина Родина Да Вы будете смеяться А также А также Уже Исчезнувшие Из политической Арены Селезнев Там Партия жизни Или смерти Не помню как она называется И так далее А СПС На партийные взносы Вы знаете Владимир Я вам скажу Страшную тайну СПС СПС Финансируется По крайней мере Не из черной Кассы Кремля После заплаты Технологов Олигархами Мы пришли И выложили Свои дети И большое количество людей Были бы счастливы Обнарушить у нас нарушение Все равно Финансирование Шло из одного И того же источника Что черная касса Кремля Все белая касса СПС И яблок Одни и те же олигархи Давали деньги всем Китайский вариант Поэтому народу На самом деле Голосовать Поэтому когда дают к Кремлю То это хорошо Когда к Кремлю Хорошо А когда оппозиция Все плохо Потому что вы создали страну Которую правильно говорит Господин Леонтьев Которая стояла на грани Абсолютного коллапса И каждый раз Когда вдруг Владик говорит И надо было Посадить Вместо Говорить Чтобы захоронить страну Глава предоставляется Первая маленькая деталь Ничто В чем Что реально предъявлялось Кладарковскому Не является выдуманным Да это избирательно Это правильно Я уже про это Несколько раз говорил Но выдуманно Это не является При том что у меня есть Вообще действительно Очень большие сомнения В способности нашей прокуратуры Вообще какую-либо Доказательную базу собрать Но это отдельный вопрос Мы его оставим И реально предъявить суду Второй момент Вот в этой системе Которая у нас существовала И которую вы так Замечательно отписали В двух словах Что мне просто даже Вот я не знаю Шляпу снимают Да по поводу того Как мы старушкам помогали Так вот в этой системе Все правовое поле Так называемое Государство не было Оно исчезло Было выстроено Этими олигархическими структурами Они внутри себя составили Законы Порядок Другой не было Потому что государства не было В конце концов Даже обвинять в этом Сложно Потому что как-то Функционировать структура Может Она не может просто Непрерывно заниматься Парнями с красными пиджаками Да Эта система Была вместо государства И существовало бы так И утверждать Что если вдруг Появился воля Появился спрос у населения На возникновение На восстановление государства Как субъект Это государство Могло бы Вот этими сказочными методами Которых вы там Расписываете Правовыми и так далее Справиться Знаете зачем Ходорковский сидел в тюрьме? По очень простой причине Для того Чтобы был хоть какой-то Какой-то шанс Что люди Которые занимаются этим делом Которым поручено заниматься Просто не взяли бы деньги И не развалили бы его моментально Шанс зыбкий Потому что брали и разваливали И брали и разваливали Но хоть шанс какой-то был Хоть какая-то угроза Понятно Вот знаете Знаете какой главный вывод Из передачи? Сказать опасно Надо собирать вещи Нужно эмигрировать Вот это Я ждал Я вам могу сказать Я ждал А знаете почему опасно? Да Потому что Почему Потому что Некоторые люди Например Леонтьев Так Считают Что Есть какое-то Высшее такое Звено в стране Которое знает Что можно для государства делать Что нельзя Такое звено Есть всегда в любой стране Вот я вам могу сказать Теперь дальше По поводу Одну минуту Простите Вы сказали очень важную вещь Я хочу Чтобы мы ее не потеряли Простите Вы сказали очень важную вещь Что люди стали думать Что надо ехать Борис Васильевич Вот я до сих пор Не скрою Дружу с представителем Малого и среднего бизнеса И самым занимаюсь Вот как в ваши времена Было невозможно жить Потому что приходили пацаны В тренировочных штанах Бандиты И крышевали Так и в нынешние времена Так же тяжело жить Посадить Ходорковского Или отстрелить глобуса На малый и средний бизнес Не влияло никак Потому что К сожалению Чиновничье правление В стране как было Так и осталось Не, оно усилилось Это там наверху Всякая глупость А люди которые здесь Живут на пенсии Как жили плохо Так и живут Вот когда дело Ходорковского Придет к тому Что люди поймут Действительно в стране есть закон Тогда поймем Что посадили править Вот есть разница Принесу Совершенно верно Между нами Это опасно Очень опасно Только это не повод уезжать В чем разница Опасно Боитесь уезжать Пожалуйста Да не, пожалуйста Пусть они уезжают Дорогой друг Нет, дорогой друг Мы как раз и не уедем Пусть они Пусть они Пупонятельно заставляют жить Пусть они уезжают Это наша страна Мы ее не отдадим вам Все настоящая Мы ее отдадим Дружок Армия Очень опасная А будем жить по закону Обязательно А не по леонтьевским понятиям Вот что будет Только можно жить по закону Который будет принят В интересах народа Думой, которая избрана народом И президентом, который избран народом А не олигархическими кассами Не купленными депутатами И не продажной системой олигархов Которая неизвестно как Стала такими богатыми Ни таблица Менделеева Ни система Билла Гейтса Ни черта Только умение купить Вовремя чиновника И здесь, господин Леонтьев Жаль, мне сказали Главное Почему рядом с Ходорковским Не сидят все эти продажные чиновники Которые сделали возможным Его резкое обогащение И те продажные налоговые Я считал, что рядом с Ходорковским В первую очередь должен был Слезть Касьянов Спасибо Все хорошо Выслушай мнение студии До конца программы Остались считанные минуты Но у вас еще есть возможность Повлиять на конечный результат Продолжайте голосовать Это человек Который неправедным путем Захапал себе Огромное богатство Беспрецедентное В человеческой истории У нас 9 лет дают Убийцам Насильникам И террористам Насколько я понимаю Михаил Борисович Относится ни к первым Ни к вторым Ни к третьим Процесс политический Потому что у нас такая политика Потому что мы практически Уничтожили государство Так осудите его тогда Как политического Михаил Борисович Принадлежит фраза Если бы у нас было государство Меня бы давно поставили к стенке Если он убийца Докажите, что он убийца И никто его защищать здесь не будет Ни один человек На этом процессе На его судьбе Паразитирует огромное количество Так называемых сторонников У нас вообще суд Есть или нет? Он у нас праведный Или неправедный? Продажный суд Придумали Юкосы ТНК Лукоилы И все остальные И же с ними Наступает Пульминационный момент Сейчас судьи Огласят свое решение А мы подведем Итоги голосования Телезрителей Ну что же Неприятно То, что человека Посадили в тюрьму Приятно То, что Получилось Хорошее шоу Приятно Также, что Красивый Элегантный В чем-то даже Буржуазный Человек Оказался Более Убедительным Чем Классический Русский Интеллигент Я Отдаю свое Предпочтение Борису Немцову Тут невозможно Судить Беспристрастно К сожалению Для меня Потому что Вопрос стоял Не о том Хороши или плохи Олигархи И лично Михаил Борисович Ходорковский Да О том Что значит Для страны Все то, что случилось И я думаю Что в этой дуэли Победил Немцов Просто потому что Я совершенно согласен Господа Ветрова Не стану скрывать Что мне глубоко Симпатичны Оба дуэлянта Однако Как говорил Китайский философ Ли Шань Ин Одинаково Странно Выглядят И больной лекарь И почтенный Старец в публичном доме И двое Слабосильных Которые дерутся Однако Наиболее Последовательным Мне показался Господин Леонов И я отдаю Свой голос ему Спасибо Господин Леонов Господин Леонов Вы знаете По Ходорковскому Я думаю Что он некое время Назад ошибся Он стал вкладывать Деньги в Динамо В ЮКОС Приблизил эту организацию К себе За что и получил А Вкладывал в Зенит Ничего бы не было И я отдаю Викторию Ну не вас Виктория А победу Борису Немцову Потому что Он В общем-то Более убедительный был Вы услышали мнение наших уважаемых судей О том как проголосовал народ Мы узнаем Прямо сейчас По результатам голосования телезрителей Победил Михаил Леонтьев АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok